Так, ну, речь у меня пойдет о колене в спектре космических лучей и о составе. Дело в том, что проблема эта возникла, проблема колена возникла около 60 лет назад уже, так сказать, изменение показателя наклона спектра было получено сотрудниками МГУ, статья Куликова и Христианца. Вот излом при энергии 3П, называется колено. Ну, эта проблема до сих пор не решена. Решать для того, чтобы ее решить, поскольку здесь косвенные измерения широких атмосферных ливней только фигурируют, то решить ее можно единственным путем это определить, как меняется ядерный состав или вернее состав. Частиц в области колена. Других способов у нас нет. Определение состава, попытки делались, в общем-то, многократные. И спектр полученных результатов говорил о том, что здесь чего-то не хватает. В данном случае наше измерение, достаточно прецедионное, были приведены в районе колена. И вывод такой, что здесь присутствовать должна не ядерная компонента. Методов исследования состава, их в соответствии с отстроением широкого атмосферного ливня, их можно выделить два. Это, во-первых, регистрация электромагнитной компоненты, который это наиболее простой метод, но и наименее информативный. И регистрация стволов, шалф, который ствол, это область достаточно узкая вблизи оси шалф, но занимающая, в зависимости от пороговой энергии, это порядка метра. А если вы меряете рентгенную эмульсионную камеру, там, термные частицы, то в этом случае это вообще сантиметр область. И поэтому, конечно, исследование стволов шалф – это метод гораздо более сложный, но гораздо более чувствительный к первичному составу. Поскольку основная информация о типе первичного ядра заключается в стволах шалфа. И наиболее информативный детектор стволов шалф здесь – это рентгенную эмульсионную камеру, которая позволяет регистрировать отдельные адроны в связи с тем, что у нее пространственное разрешение порядка 100 микрон. И при этом можно определять энергоиндельного каскада. Поэтому идея заключалась в том, чтобы построить спектры адронов, вторичных адронов в зависимости от первичной энергии, ну и посмотреть, так сказать, как при этом меняется состав. Ну и идея, сразу же скажу, что идея была, в общем-то, тривиальной у нас. Мы считали в те годы, да и сейчас, в общем-то, большинство считают, что излом спектра протонов происходит при энергии 3П, и он, собственно, формирует излом в спектре всех частиц. И в результате у вас, так сказать, состав должен ухаживаться. И протоны, по расчетам, протоны создают семейство гамма-квантов с наклоном спектра порядка единицы, а железо создает спектры с наклоном двойка. Поэтому ожидалось, что мы будем иметь, так сказать, наклон спектра в единичка, который трансформируется в двойку, то есть спектры с энергией должны смягчаться. И в этом заключалась идея этого эксперимента. Эксперимент уникальный, вообще говоря, по той причине, что использовалась большая рентген-эмульсионная камера 162 квадратных метра. Кроме этого, все данные были объединены с ШАО, широкими атмосферными ливнями, и, кроме того, регистрировались в этом эксперименте также в МИОН. Ну и здесь вот справа приведена схема регистрации рентген-эмульсионной камеры. Она имеет, эта универодная камера, она имеет два блока, верхний и нижний блоки. В верхнем блоке регистрируются гамма-кванты, в нижнем регистрируются адроны. Ну, материала, в общем-то, получено было достаточно много, но из него вот здесь в докладе я выделяю лишь два эффекта, которые были обнаружены, из которых следует, что в области колена наблюдается неядерная компонентка. Спектры вот были получены в интервале ИНГЕ 10-5-10-8. И вы видите, энергия здесь увеличивается справа налево. Вы видите, что при малых энергиях наблюдается в спектрах скейлинг. Затем некая область, локальная область, где наклоны спектров меняются, и затем опять возвращается этот наклон спектров примерно такой же, как и до колен был. Причем вот эти изменения наклона спектров, оно четко совпадает с изломом спектров всех частиц. То есть с самим коленом. Поэтому можно считать, что нарушение скейлинга и природа колена не каким-то образом между собой связаны. Вот здесь на рисунке приведены наклоны спектра, и видно, что спектр до колена. Это… Сейчас. Колено здесь, вот излом спектра всех частиц, он происходит при логаритме НЕ 6,1, то есть вот в этой области. И видно, что здесь же и начинается нарушение скейлинга, то есть меняется спектр гамма-квантов, ну, спектр адронов, по сути дела. И показатель степени меняется с минус 1,9, это вообще говоря спектр, который соответствует железу, до спектра минус 1,2. Это близко к протонному спектру вот здесь, в этой области. Поэтому в рамках ядерного состава следовало бы считать, что мы здесь столкнулись с протонной компонентой. То есть появилось здесь у нас, так сказать, железо, а здесь появляется проникающая компонента, а это, в общем-то, протон. Ну, и можно, в принципе, нарушение скейлинга объяснять двумя причинами. Но это изменение взаимодействия, либо изменение состава. Но изменение взаимодействия, ну, противоречит данным LHC, которые уже достигли этих энергий, если переводить в лабораторную систему, и там наблюдается спектр, чистый спектр, как ПП, так и ПП, ядро взаимодействия. Ну, вот это, так сказать, не буду я останавливаться на этом. Характер нарушения в коленях предполагает своими проникающими компонентами. То есть, условно, это протон. Как мы увидим потом, это не протон. Доля которой должна увеличиваться, да, изломом в интервале NE16-17, то есть выше трех ПП. Нарушение скейлинга в этой области противоречит модели излома спектра протонов при энергии 3ПВ. В частности, это эксперименты в Каскаде в Карл-Сероне. Так как, если у вас протонный спектр ломается при трех ПП, то у вас в этой области NE должна доля протонов уменьшаться. По данному эксперименту, у нас эта доля растет, если считать, что это протон. Вот вывод, такой вывод, он подтверждается данными эксперимента АЭС-гамма, где приведен спектр протонов измеренный. Здесь жесткость, при которой, ну, вернее, энергия, при которой спектр протонов ломается, 10-5. В отличие от всех данных, которые приводятся из анализа электромагнитных компонентов. И вот в данном случае здесь же треугольниками приведены данные коротстроя. Вот открытые треугольники – это данные, полученные на уровне моря в эксперименте Каскаде и с использованием программы СИБИ. А треугольники полные, вот сверху, это данные, те же данные, полученные программой КУГЭС-гамма, КУГЭС-ДЖЕ. Вот справа приведены данные, зависимость от энергии доли ядер тяжелее гелия, которые подтверждают, так сказать, то, что протоны добывают при магнитной жесткости и 0.1 ПВ, и здесь же приведены данные коротстроя. Те же треугольники – это программы СИБИЛ, где данные практически совпадают с тем, что получили в эксперименте АС-гамма. И здесь вот, те же данные по модели КУГЭС-ДЖЕ. Они отличаются от переназа, что говорит о той сильной зависимости данных, которые получены с помощью электронобийной компоненты ШАП. Теперь, это один эксперимент. Обнаружено впервые, обнаружено на высшеме электронобийской коленке. Вторая группа данных связана с неонами. И здесь тоже получается, в общем-то, аномальная вещь. А вот треугольниками показано число мионов в зависимости от НЕ для ШАП с гамма-симистром. А полными кружочками показаны данные мионов для всех ШАП. Результат немыслим, вообще говоря, в любой ядерной модели, поскольку считается, что по расчетам, по разным моделям считается, что если в ШАПе присутствует гамма-симистра с частицами выше одного ТЭЛа, то такие события генерируются в протоны. Но если это протоны, в них должно быть минимальное количество мионов. То есть это вот ожидаемое количество мионов здесь пунктируем показано. Их на самом деле оказывается в этих событиях в два раза больше. То есть вместо 10 тысяч мионов, там, где-то и 2 на 10 четвертой степени мионов. Поэтому возникает противоречие. Противоречие возникает в рамках гамма-симистра. Дальше надо как-то объяснять это дело. Объяснить колено появлением стабильной неядерной компоненты. А условие стабильности, оно необходимо для того, чтобы... Ну, все технические условия возникают стабильными. Несомненно, что ими являются ядами. Но ядами вот это противоречие возникает не удается. Поэтому надо посмотреть. А нет, если еще чего-нибудь, что было бы достаточно экстричным, чтобы это все объяснить, но не внутри ядерного этого массива. Вариант оказывается единственный. Именно из-за стабильности этот вариант – это так называемые частицы странной квартовой материи, состоящие из ДФ-квартов. Они могут... Показано теоретически, что они могут быть стабильными, но при достаточно больших адронных числах. То есть, когда кварков в этом мешке оказывается достаточно много, он становится стабильным. Ну, просто... Это реквизия. У ДФ-квартовой концентрация выравнивается, и у вас, так сказать, это становится стабильным. И в квартале из-за своего большого размера будут нести заряд до тысячи. Начиная где-то от тридцати. Хочу отметить, что это рядом с жилетом. И, по сути дела, вот это вот кварковые, так сказать, это кварковые мешки – это квадрияль. Но они, так сказать, имеют массу гораздо больше, чем самые ядра. И в связи с этим, вот из-за большой массы, этот спектр, показатель спектра всех частиц, он в колене ломается. Ну, возникло, так сказать, это в результате вот кварковой модели, и в результате работы Виттона, который предсказал о том, что должны существовать наряду с обычными ядерными звездами, должны существовать звезды кварков. Вот спектр космических лучей был предложен в эксперименте GSE в таком виде. Здесь при трех ПЭВах практически заканчивается ядерная компонента, и возникает новая компонента. Ну, и вот из наших экспериментальных данных следует, что этой компонентой является странной квартовой модели. Ну, модель имеет большое преимущество, которое заключается в том, что и ядра, и квазиядра стран-глеты ускоряются одинаковым образом на ударных волнах в галактике, но при этом у вас максимальная энергия получается в области где-то 100 ПЭВ, и поэтому даже вот в таком варианте, когда вот магнитная жесткость как визуальное ядер 0,1 ПЭВ, у вас получается, так сказать, ну, весь спектр космический получает практически, что было одной из основных причин, почему от этой жесткости отказались в самом начале исследований. Ну, здесь о благодарности. И вот в заключение я хочу привести экспериментальные данные, которые могут подтверждать эту модель странной квартовой модели. Например, на первую очередь разрешение землетрительной секретрии, которая наблюдается при выстроенных событиях. А откуда она может получаться? Это капельная модель, в общем-то. Странглент имеет огромные размеры, поэтому взаимодействуя с атомами воздуха, можно расположить пополам. Ну, соответственно, капельная модель. Но при этом между этими половинками натягивается мощнейшая струна, состоящая из сотен и тысяч квартовых струн, и разрыв этих струн приводит к рождению вторичных атронов, и они выстроены к сотен и струнам. Поэтому понять достаточно просто. Галло – то же самое. Вообще говоря, ну, несколько в ином духе. Вот при взаимодействии происходит возбуждение этого квартового мешка. Кварки мы лететь не могут, поэтому должны обеспечиться. Но минимальная энергия в соответствии с распределением вольца гамма-кванты дают. Это подкорубление. Образуется масса подкорубленно, которые могут это галло образовывать. Ну, всем известно это событие типа кентавров, в которых вроде бы нарушается топическая инвариантность. Ну, здесь на самом деле образуется где-то 60 заряженных частиц адронов и должно быть 30 пенули. Но вместо этого один гамма-квант регистрируется. Ну, то же самое. Избыток меонов можно определять из-за вот эта вот загадка меонов. В связи с тем, что если это стронглеты, то они разваливаются на гипероны. Гипероны, в конце концов, дают меоны и получается избыток меонов. И, наконец, последнее, что я хочу указать. Вот эксперимент Доризонт-Тенна, Тиньшай. Регистрируются события с несколькими фронтами шаг, которые отстоят друг от друга на сотни наносекунды. Объяснить это ядерным трактом невозможно. На этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Картинка, которая мне напоминает стандус. Сколько реальных меонов измеряет? Это не 10 четвертых, но примерно 20-30 штук. Это при энергии 10, ну 15. Ну 30-30, переход от 30-ти на 4-е, это нам идеально знать ППР. Как переход от такого количества, нескольких десятков штук? ППР, вообще говоря... Это такие фронтации возможны. Насколько идеально, я не могу сказать. Еще раз, я повторяюсь. Я скажу. В эксперименте ШАЛ это делал самим дальше. И он вывел, так сказать, вот эту вот функцию пространственного распределения. Она, собственно, и используется... Дальше эта функция сравнивала в своем эксперименте Адрона и она достаточно хорошая. Это я тебе говорю. Ты берешь некую выборку событий, на которой совсем необязательно средний ППР помогут. И ты дальше пересчет от этого 30-ти льонов, там 30-ти четвертого, настолько у вас неопределенный. Для выборки какой-то, не для среднего, а для выборки. Делалась вещь такая. Там действительно ППР может гулять. Нет. Поэтому ППР делался в свое время такой. Отказывается стандартный ППР и индивидуальный ППР, экспонентальный дамы, при этом число бьезов уменьшало. Да, вот. А сколько там станции срабатывали? Чего? Станции сколько срабатывали? А, ну там какой-то катастроф был, сколько там было? Полторы что-нибудь тысячи, все-что, длино. А, ну то есть это... Делегеры были поездки. Да, это коробки были, а на полоски шутки. Да, это коробки.